Всем привет! Сегодня 24 сентября и я вещаю вам из болот Новомосковского района. Болота эти примечательны тем, что даже в засушливый период здесь есть вода и возможно есть грибы. Первые грибы, которые я здесь повстречал, это неизвестные мне такие коричневые плоские. Пластинчатые. Сегодня у нас будет поистине тихая охота. Я буду разговаривать тихо, поэтому, друзья, накручивайте звук и не обессудьте. Целыми семействами здесь попадаются козлята. В этом месте они оккупировали пень, а тут просто растут из грунта. Эти грибы меня не привлекают. Я пришел вообще охотиться на подосиновиков. Залез в болото мне незнакомое. Разбегаются из-под ног зайцы, вылетают петухи фазанов. Еле пролез на более такую открытую местность и видим первый подосик. Первый, возможно единственный, но неповторимый. Свеженький. Неподалеку притворившись под березовиком с коричневой шляпкой, притаился еще один подосик. Мышка оставила на нем свои отметины в виде кокулий и зубов отпечатки. Это подосиновик. И действительно начало осени очень сухое. Я обошел уже ряд болотиц, ну таких безводных. И там было совсем пусто. Это болото по степени влажности тоже неоднородно. На одной стороне совершенно сухо, тогда как здесь посмотрите какая сочная трава. Она мне буквально по пояс. И характерно для этого времени года лежат красные, можно сказать бордовые листочки осины, сбивающие нас с толку. Вот такой вид оно имеет. Это мы вылезли на пенек повыше. Тут пролазишь и даже сапоги мокрые. Только что переходил с того берега на вот этот островочек. Весь покрытый зеленью папоротника. И подо мной треснуло вон то дерево упавшее. Я уже думал, уйду с головой. Ну, слава богу. Я сухой. Стараюсь пробраться на свое болото. С другой стороны. Не знаю получится ли. Ну что дорогие мои. Я таки дошел на свои места. Здесь явно никого не было. Видите? Открытая местность. И вот пожалуйста. Они уже подсохшие под солнцем. Ну то ничего. Обратите внимание на цвет. Конечно, уже в конце октября. Они такие более насыщенного цвета. Королевского. Нужно сказать, что все грибочки чистые, не червивые. Слегка запекшиеся под утренним солнцем. Потому как уже время к обеду. Видите? Здесь тень. И так прямо издалека мы с вами видим какой-то гриб. грибок. Надеюсь хороший. Под березовик. Пиццеркуватый. Сейчас проверим. Червизый. Но не очень. Ставим его здесь. А я еще думаю как можно сшить штаны из березовой коры. Чтобы попа не потела. Не кусали комары. Видно, что давно здесь никого не было. Уже и споры обсыпаются из этих грибочков. Совсем дико выглядят. Не образованно. Под березовик. Ох, хороший. мы еще не на том болоте которое я называю своим но очень близко к нему здесь места уже красивые болотушки уже выглядят как-то по родному еще бы третий год уж пошел как я их не навещал козлята носили что-то он как будто обмочился дома разберемся с его шляпкой частичок и даже запах болотный здесь приятен в этом месте природа создала идеальные условия для роста благородных грибов редко встретишь такие места поэтому они такие ценные сейчас вы увидите нечто красивое вот первое красивое а далее еще красивее эти грибы находятся в относительной тени постоянно видите сквозь листья лучики пробиваются уже не такие ядовитые и цвет шляпки более благородный как неожиданно вблизи сосну родился под осиной или это под березовик вот этот уже постарел и умер еще я заприметил двое два грибочка там они сливаются с листвой сейчас я вам ближе покажу полезли же за ними это два сиамских близнецов у нас устроит любые конфигурации главное чистое я уж подумал что грибов не так много как хотелось бы может быть кто-то по тихой воде посещает это место но дело наверное в другом сейчас еще рано и слуха будем ждать а пока довольствоваться тем что есть любопытно что гриб помоложе червивы видите ножка а одна лишь ножка и червивая а тут что постарше чистенький оказался ножку мы сейчас вырежем чужим мясу пропадать пока я тут спасаю червивый гриб сзади совсем свежий выполз на поверхность и радуется жизни более жизненным белый гимнофор мышка слегка подточила шляпку и сделала его заметным а так бы прошел мимо так это друзья мои беляш слава богу беляшик попался здесь березах это березовый белый чистенький редкость для сегодняшней грибалочки вот они болотные кочки чтобы сюда дойти я уже голос сел я потратил не один час и прошагал наверно с десяток километров и поступил очень опрометчиво оставил воду в машине сушит капец но сейчас сдаться и начать возвращаться будет глупо однажды придя на это болото я был очень удивлен количеству подосиновиков правда это уже была поздняя осень они росли целым семейством он на той стороне здесь такой примечательный островок зеленый прямо посередине этого болота сегодня здесь растут какие-то неведомые мне грибы соседствующие с козлятами подосиков не видно разного размера лягушки удирают от меня в воду посты кивая на ходу ну наконец-то друзья мои мучения будут вознаграждены этими экземплярчиками первый второй третий и четвертый еще по соседству вырос грусть это конечно не те подосики на которых я рассчитывал я люблю красноголовики ну и эти радуют глаз подсушенные все таки еще рановато для них сушь у нас стоит вот сейчас 27 градусов плюс меня сушит надо было водичку взять так что тут у нас нормально отлично идем же дальше мы сейчас с вами движемся вдоль самого большого и перспективного болота но видите не особо оно радует нас грибами или же кто-то пробежал и собрал я то себе нарисовал что я сейчас приду они сами будут мне в корзину бросаться прямо на краю вот этой ямы двое лягушки живут и немножко пройдя дальше еще один видите какой цвет это еще не те не те подосы где-то через месяцок нужно будет вернуться ну вот еще и подберезовички попадаются тоже хорошо чахленькие конечно но других у нас нету сейчас некоторые экземпляры так меня и не дождались умерли здесь в одиночестве а кто-то дождался это тоже не дождался наверное сейчас проверим да не все нормально берем ну наконец-то я до него дошел уже по пути подсобрал грибов надеюсь оно меня не расстроит не сказал бы что я тут тону в грибах скорее наоборот здесь ничего нету ну как говорится оскому сбил дорожку вновь сюда натоптал завитаем мы сюда позже о как красиво осинка осинка и подосиновичек на фоне моего болотца вы знаете такой молодой экземплярчик свидетельствует о том вернее отсутствие больших экземпляров старых свидетельствует о том что урожай собран кем-то может может быть четвероногими а может и двуногими вот моя любимая галерея на этом болоте частенько красные шапочки сияли вот в этих кореньях ну а пока здесь пусто жарко душно и некомфортно поэтому будем выходить ну вот друзья мои мы и завершили обход болотец в новомосковском районе трудно назвать безрезультат на эту грибалочку вы видите результат есть конечно хотелось бы больше но у нас еще будет шанс подлохматиться так что до новых встреч жду от вас лайк комментарий и пока а мне предстоит долгий путь домой и от от до 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 Продолжение следует...